Вырос как человек и исследователь Нет, нет, я знаю, что руководительница была Ирина Владимировна Лядова, но ты был всегда рядом Я хотел сказать, под мудрым присмотром таких людей, как Александр Соломон Чап и другие присутствующие, знающие Женю А те, кто не знает, он успешно уже год работает в Истерском институте у известного исследователя Который прославился своими работами по таким МДСЦ, МДСЦ, супрессорам, Милой Дерайв Супрессор САЖ И Женя этим занимался здесь в России, а теперь в Америке И может вот нам рассказать, что в этой области науки, как ему там работается И каково сегодняшнее представление, роль этих супрессорных клеток в иммунных, неиммунных, может быть, процессах Пожалуйста Спасибо большое, Равшан Инаятович, за приглашение, было очень приятно его получить от вас Я, конечно, согласился Цель доклада просто познакомить тех, кто еще не знаком с этой популяцией и охарактеризовать ее и привести какие-то примеры на конкретных работах И, да, как сказал Равшан Инаятович, начал я работать с этими клетками, еще будучи в аспиранторе в Институте туберкулеза под руководством Лядовой Ирины Владимировны И вот год уже как переместился в Вистаровский институт, продолжая работать с ними там В негативной регуляции иммунного ответа задействовано довольно большое количество элементов на отличном уровне Они включают в себя T-регуляторные клетки, B-регуляторные клетки На моделях канцера и кинеза это также TAM, Tumor Associated Macrophages, то есть это макрофагия в опухолях И довольно большое значение, и внимание сейчас уделяют также клеткам MDC, Myeloid Derived Suppressor Cells То есть это такое довольно общее название для незрелой популяции миелоидных клеток миелоидного происхождения Они довольно гетерогенны, поэтому под таким вот общим именем довольно часто имеют в виду разные популяции миелоидных клеток И описано их накопление при совершенно разных моделях и патологиях Начиналось все с онкологии, где они были обнаружены После этого их нашли граф Безоскос-Дизис, реакция отражения трансплантанта И к настоящему времени статей про MDC появляется довольно много Это когда трансплантант отторгает реакция отражения Это трансплантант против хозяина Извиняюсь, еще немножко с переводом Воспалительные, и очень много сейчас их найдено при воспалительных процессах Таких как сепсис, травмы, инфекция, аутоиммунное заболевание Довольно много споров об этой популяции В том числе как детекция самой популяции С мышами все проще Начиналось все с детекции клеток CD11B+, GR1+, Сейчас уже принято разделять эту популяцию внутри на нитрофильные и моноцитарные МТС По такому фенотипу То есть моноцитарная ЛИ-6С-Хай и ЛИ-6G- И наоборот для нитрофилов ЛИ-6С Извиняюсь, здесь должно быть ЛИ-6С-Хай, то есть средний уровень экспрессии ЛИ-6С и ЛИ-6G+. С человеком гораздо все сложнее Потому что нет прямого аналога Марпером GR1 и ЛИ-6С-Хай и ЛИ-6G И для детекции МДС используют вот такой вот фенотип ЛИ-1- То есть убирают В клетки, Т клетки Ашля-ДР- Минус или низкий уровень экспрессии Е-33+, 11B+. Также выделяют моноцитарную популяцию по маркиру 14, CD14 И нитрофильную популяцию по экспрессии CD15 И плюс или CD66B+. Но важно тоже при характеристике этой популяции смотреть на функции То есть эти клетки как бы и в норме можно найти у человека Особенно у мыши Важно, чтобы они обладали иммуносогрессорным свойством Поэтому такая немножко путаница Не путаница, а как бы неточность с этими клетками Фенотип есть, но он совпадает с типичным фенотипом нитрофилов и моноцитов И для того, чтобы быть уверенным, что это МДС Нужно еще всегда проверить функцию И пример, чтобы не быть голословным Как обычно выделяют эти популяции Данные продочника для селезенки костного мозга Мыши вкалывали подкожно Ельфо Тимом и Е4 клетки опухоли Через 21 день выделяли селезенку опухоль И далее я сортировал эти популяции для последующей работы с ними Но что важно, просто показать, как выделяют фенотип То есть берут 11B+, клетки Разделяют на Е6C, Е6G Это нитрофильная популяция Это моноцитарная популяция Примерно тоже видно в костном мозге Другие цифры, но примерно тоже И по сравнению с наивной мышью Повышается 11B+, И среди них вот эти клетки Они уже начинают обладать суперсорной активностью Причем с нейтрофилами Она более слабая, как правило, с моноцитами Демонстрирует довольно сильную суперсорную активность Ну вот, да, пример для моноцитарной популяции Когда наивные по включению тимедина в этой клетке Моноциты из селезенки наивной мыши Не суперсируют иммунные ответы В данном случае пролетерацию После выделенной из селезенки тимуберин То есть мыши с сопу Они становятся иммуносупрессорными То же самое можно видеть По продукции интерферона гамма И по других статинах Накопление МДС в периферических органах И опухолей, если мы говорим о концертогенезе Происходит под воздействием факторов Продуцируемых опухолей Такие как факторы роста И под воздействием воспалительных факторов Причем сейчас есть более-менее утвердившаяся гипотеза В двух сигналах Когда сначала опухоль запускает накопление Этих незрелых миелоидных клеток И потом под воздействием воспалительных факторов Они приобретают суперсорные свойства Основным транскрипционным фактором Который мастер-регулятор Свойствами действий Сейчас считает Прежде всего 103 Который считает, что ответственен За такое включение иммуносупрессорных свойств Для иммуносупрессии Для экспресса иммунного ответа МГС использует ряд механизмов Основными из которых являются Продукция активных форм кислорода и азота То есть НО РОС при взаимодействии получается ПЕРОКСИНИТРИТ Которые влияют на сигнальник Через рецептор интерлифина 2 Что принижают экспрессию Т-клеточного рефинка РЕЦ-рецептора И в итоге это приводит к ингибированию Релеферации Т-лимпоцитов Кроме того, Другим блоком механизмов Является Удаление из среды аминокислот, которые необходимы для активно или феррирующихся клеток, и основными аминокислотами являются L-цистеин, L-оргинин и L-триптофан. То есть за счет активности специфических ферментов, таких как аргеназа, индоламиндиоксигеназа и транспортера цистина, они элиминируют из среды необходимые аминокислоты, и Т-клетка происходит арест-профиферации, и понижение экспрессии Т-клеечного рецептора клетка перестает отвечать на стимуляцию. Кроме того, МГС способны блокировать комминты клеток за счет случивания CD62-L, рецепт элиганта необходимого для комминкотоклеток. И кроме того, МГС способны сами продуцировать кариатоммуносупрусорных цитатинов, таких как интерлицин-10 и КГФ-бета, которые способны поляризовать макропагию по типу М2, индуцировать Т-рэги и блокировать активацию МГС. Кроме того, важно еще отметить, что эти все механизмы могут быть органно-специфичны. И необходимо также учитывать, что при миграции этих клеток из периферических лимфоидных органов початка воспаления, или, если мы говорим о раке в опухоль, происходит изменение. МГС начинают употреблять немножко другие и по-другому эти иммуносупрусорные механизмы. Так, большинство статей говорит о том, что они перестают продуцировать гораздо меньше активных формул кислорода, но взамен этого начинают продуцировать гораздо больше аргеназы и оксида азота. Кроме того, повышают экспрессию модного сейчас такого элеганта, как ПДЛ-ВА, что также приводит к ингибированию иммунового ответа этих клеток, привлекают ТРЭДИ и блокируют миграцию поп-коли Т-лимфоцитов. То есть важно, что под воздействием гипопсии и воспаления, они, мигрирующие в очах воспаления МГС, усиливают свою функцию и становятся более иммуносупрусорными. То есть довольно часто на периферии, то есть в лимфоидных органах говорят об антиджин-специфик, то есть специфическом иммунном ответе, специфической иммуносупрессии, которая более слабая, мигрируя в очах воспаления или опухоли, МГС, проявляют более сильную иммуносупрессию и способны блокировать также нон-специфик, то есть это, как правило, анти-CD3, стимулированную пролитерацию Т-лимфоцитов, то есть становятся более иммуносупрусорными. И, говорят, они, конечно же, пытаются оценить роль МГС в различных процессах. При онкологии, как правило, довольно однозначно говорят, что это негативная роль, и при нейтрализации МГС за счет антитела или каких-то других использований, каких-то других механизмов, как правило, останавливается или замедляется рост опухоли. При других процессах важно понимать, что это может быть по-другому. Например, естественно, при Графт-весус-хоз-дизизис индукция МГС несет положительные эффекты, поскольку она ингибирует иммуноответ и дает прижиться трансплантанту. При инфекциях роль может быть различная, поскольку МГС могут контролировать воспалительный ответ, а чрезмерный воспалительный ответ, он также губителен для организма. Поэтому для каждой конкретной модели, в каждом конкретном случае, могут быть разные исходы при нейтрализации МГС. Используют различные методы для выключения МГС в организме. И сейчас уже начинают проводить клинические исследования с использованием различных веществ. Как правило, они нацелены и на блокирование образования МГС за счет антител ВИДЖФ или СЕФ, телестимуляция созревания, поскольку эти клетки незрелые, и их пытаются заставить дифференцироваться до конца, например, за счет витамина А. И вот также другой блок этих приемов, которые терапевтических, направлен на баллотирование иммуносупрессорных механизмов и на нейтрализацию. А вот это последняя генцитабина? Генцитабина? Да, это специфический ингибитор для МДСЦ или что это? Ну, как я понимаю, он все-таки на миелоидной клетке, то есть, но поскольку, если процесс СИН зашел далеко, большинство миелоидных клеток будет обладать иммуносупрессорными свойствами, и как бы пытаются элиминировать миелоидные клетки и убрать эту иммуносупрессию, как бы сейчас тоже ведутся такие работы. И, соответственно, очень много вопросов, то есть, применение в клинике, как, каким образом подействовать на них. Что из того, что мы видим ин витро, из всей иммуносупрессии, соответствует им вива и как ее... И на разных моделях, соответственно, получают свой ответ. И хочу привести пример конкретных работ с этими клетками. Первая будет работа, которая сделана в Институте туберкулеза, мной под руководством Ирины Владимировны. И мы описали и опубликовали, что при ее туберкулезе, при прогрессировании туберкулеза накапливаются эти клетки. Мы их характеризовали по фенотипу DR1-DIM и накапливались они в различных органах в легких костном мозге селезенке при прогрессировании туберкулеза. Далее мы их охарактеризовали в микроскопии. Вы увидели, что в отличие от зрелых нитрофилов, зрелые нитрофилы, как правило, обладают снатипом DR1-Хай, а накапливались клетки DR1-DIM со сниженным уровнем экспрессии DR1-DIM. Мы их звали DR1-DIM. И вот эти клетки DR1-DIM, они отличались по морфологии от нитрофилов, то есть это грунтстарные клетки. Эти клетки были по классификации Бирмана ближе к незрелым миелоидным клеткам или даже к моницитарным клеткам. Мы охарактеризовали их иммуносопроссорные свойства. Сначала на цельном костном мозге, при добавлении к культуре Т-клеток, они ингибировали пролиферацию Т-клеток. То есть на данном слайде приведён пример. Это просто Т-клетки, стимулированные анти-CD3. Если добавлять здоровый костный мозг, то клетки пролиферируют. Если добавлять эти клетки DR1-DIM, а в данном случае просто костный мозг, а дня 17-го после заражения и дня 24-го мы видим иммуносопрессию по пролиферации Т-клеток, а также по продукции интерфероногамма. То же самое мы увидели, когда выделили на магнитных вузах чистую паукуляцию DR1-DIM, она супрессировала пролиферацию Т-клеток и продукцию интерфероногамма. И мы определили, что механизм этой иммуносопрессии был опосредован продукцией оксида азота. То есть при добавлении ингибиторов оксида азота восстанавливалась пролиферация Т-клеток и продукция интерфероногамма. При использовании ингибиторов аргеназы или использовании каталазы для элиминирования активной формы кислорода в пролиферации и продукция интерфероногамма не восстанавливалась. Ну и так же мы увидели, чтобы также подтвердить, что в прессе суперракт накапливалось оксида азота как основной механизм иммуносопрессии. Жень, а тут ингибитор оксида азота или фермент айнос? Да, условно написано айнос. Ингибитор айнос или НММА. Понятно. И дальше мы столкнулись с тем, что было довольно сложно определить роль этих клеток в прогрессировании инфекции. То есть мы сделали адаптивные переносы и увидели, что интерфероногамма в легком понижается при этом. Но на течение инфекции перенос клеток значимого инфектора мы не увидели. То есть говорить, осталось для дальнейшей работы определить все-таки роли этих клеток при туберкулезной инфекции. Мы увидели, что они иммуносопрессорные, понижаются интерфероногаммы. Но роль этого еще нужно дальше оценивать. А сколько Вы переносили клеток? Сейчас скажу. Это было 2 миллиона тату. 2 миллиона клеток мы переносили. Но если так прикинуть на весь организм, то там такие количества набираются МДСЦ, вот то, что Вы видите при туберкулезе, или гораздо больше? Может быть, этого очень мало? Не, не, не. Вопрос, сколько дойдет еще когда-то. Во-первых, масса. Во-вторых, локализация этих активностей. Мы считали, что это довольно большое количество, на самом деле. То есть, в принципе, если плод влияет, то должно поменять. Ну и отсюда мы предложили с Ириной Владимировной как раз такую модель, что при туберкулезе сильный воспалительный ответ запускает образование этих клеток, происходит прессе токлеточного ответа, снижение антибактериального ответа, рост митобактерий, усиливается воспалительный ответ, и по циклу идет наращивание, накопление этих клеток. Это то, что было сделано здесь. И другой пример работы – это работа, которая лежит в основе того, чем я сейчас занимаюсь. На модели канцерогенеза изучали свойства этой популяции и обнаружили, что МГС, они подвержены апоптозу за счет экспрессии DR5 – это дезрецептор смерти, который запускает апоптоз. Увидели, что уровень его экспрессии повышен на МГС. И далее, если мыша вкалывает антитело к DR5, то происходит замедление роста опухоли. Причем и уменьшение количества МГС. То есть, это своего рода таргетная терапия. Причем я бы хотел обратить ваше внимание, что это такое сейчас в целом довольно распространенное явление, когда пытается совместить терапию не одним антителом, а комбинаторной терапией. И очень часто для этого используются инъекции антителом к антипидиван или антисетилайфо, которые снимают ингибирование токлеточного опета. А потом цель – это какую-то вторую мишень. В данном случае это мишень МГС. И показали, что наилучший результат, наибольший результат происходит при комбинаторной терапии. То есть, при инъекции мышам антисетилайфо и антителом к дарфе видели наиболее хороший результат. Женя, антитела, которые в клинике, сетилайфо специфичные, пидиван специфичные, они и у мышей работают? Или для мышей специальные нужны? Вообще, мы используем мышинэстилайфо. Есть специальные, да, они коммерчески доступны или ваши свои? Нет, коммерчески доступны. Но Рапшан работает и в Кирилле, что ли? И вот мы покупаем, вы можете поставить, BXL называется фирма, она как бы самая, наверное, дешевая и работающая. BXL. И параллельно в этой же работе показали, что биология МГС ассоциирована с индукцией ER-стресса, ER-стресс, то есть с стрессом пазматического ретикулума. Показали микроскопии, что, так сказать, наглухает пазматическое ретикулум. И показали индукцию соответствующих белков, чувствующих, как бы белков, допускающих этот стрессом пазматическую ретикулуму, ER-стресс. Этим белками являются XBP и ЧОП. Я вам сейчас хочу показать схему, вкратце, чтобы представлять, о чем идет речь. Что такое ER-стресс? Это стрессом пазматического ретикулума. То есть, когда происходит накопление белка в клетке, и клетка уже не справляется по какой-то причине с этим накапливающимся белком, должны быть какие-то механизмы для остановки синтеза. И существует три основных детектора накопления белков. Мастер-регулятор этого процесса – это ГИП, Шиперон БИП, который при накоплении этих белков отходит от белков-адаптеров и связывается с накапливающимися белками. При этом белки-сенсоры освобождаются и начинают выполнять свою функцию. Три основных пути – это от АТФ-6, АРИ-1 и НАЗА-ПЕРК. После того, как они освободились от белка Шиперон, который в норме был с ними связан, они запускают сигнальный каскад и пытаются сначала остановить синтез белка и дать клетке выжать. Но если клетка все равно не справляется с накопившимся белком, просто запускается АПАПДОС. И основными факторами, задействованные в этом, это XBP, белок XBP и ЧОК, который уже запускает АПАПДОС. Таким образом, для чего я рассказываю, что увидели, что биология МДС связана со стрессом эндоплазматического ретикулума. И, кроме того, если наивные клетки, наивные мыши в них индуцировать ИАР-стресс, например, тапсигаргином, они приобретают свойства и спрессируют таблический ответ. И в настоящее время, с чем я работаю, это с тем, чтобы, во-первых, понять, что запускает ИАР-стресс в МДС и как это связано с их иммунистическими свойствами. Пожалуй, это то, что я вам хотел рассказать, вкратце с чем я сейчас работаю. Хотел поблагодарить Лиаду Ирину Владимировну, мою руководительницу, в которой я делал диссертацию, сотрудник лаборатории отдела иммуногенетики и в лидерологии, и вкратце с тем, кто мне помогает и руководит на это. У меня два вопроса. Можно сразу задать? Конечно. Один такой более конкретный. Легант DR5-трейл используется же в клинических испытаниях даже и в большинственных моделях, тем более, как сам Легант, как противораковое средство в расчете на действие на опухоль. Правильно ли я понимаю, что из ваших результатов следует, что он одновременно будет стимулировать NDSC? Возможно, стимулировать апоптос, то есть, элиминировать их в итоге. Как раз противопокры. То есть, как раз это выкладывается. А, как раз полезно будет. А, хорошо. Второй вопрос, такой больше философский. Состояние знаний об этих клетках довольно напоминает историю с супрессорными Т-клетками, после которой слово супрессорные Т-клетки вообще стало ругательным. Когда у человека одно, у мыши другое, в разных органах третье. Если посмотреть в перспективе, как история с Т-клетками развивалась, то первый вопрос, который возникает, что стат-3 это явно не все. Это мастер-трансдюсер, а где-то под ним должен быть настоящий мастер-регулятор или несколько. Что-нибудь про это известно? Какие-то есть наметки на транскрипционные факторы, которые... Во-первых, это будут факторы, которые ответственны за дифференцировку, за ранние этапы мелопоеза, да? Да, да, да. То есть, грубо говоря, в норме мелопоез контролируется CBP-альфа, транскрипционным фактором. Уже достаточно много статей о том, что при воспалении переключаются механизмы, регулирующие дифференцировку. И один из этих факторов будет CBP-бета, который ответственный, как раз, заменил ПС в воспалительных условиях. Он тоже там повышается. И есть статьи, которые также показывают, что он очень тесно связан с биологией МДС. Это первое. Потом, на схеме, где я показывал механизмы, почему я, надеюсь, так подробно остановился, потому что, когда МДС переходит, мигрирует в очах воспаления или опухоль, там запускаются следующие механизмы, например, гипокси запускает транскрипционный фактор HFH-I1-α, который также непосредственно запускает усиление этих суперсорных механизмов. То есть это будут транскрипционные факторы, которые или контролирующие дифференцировку, или уже функцию, вот в этом очевидном. То, что я знаю. Наверное, какая еще что-то есть. И еще, и другой очевидный вопрос. Нет ли каких-то генетических моделей, в которых видно функциональные... Мыши на модели, лечащие болезни, в которых, к самому, ДСИ что-то не то. В которых есть надежда найти, так сказать... Цепление. Да, зацепиться за какие-то конкретные генетические элементы. Или здесь все сложнее, чем со скерфи? Я думаю, что это какая-то полигенная штука. Сколько нокаутов не делай, до конца не доберешься. Ну, то есть, действительно, нокаутов-то много. И... Болезни, может быть? Фокс-П3 же через болезнь нашли? Да. Например, есть модели, которые показывают, что иммуносупрессорные свойства ослабляются. Например, если брать нокаут по факторам роста, таким как GMC-SF, там, конечно, показано, что иммуносупрессорные свойства МДС будут гораздо слабее. То есть, вот такие модели показывают. Нокаутов МДС-С нет еще. Просто думаю, что, на самом деле, здесь вопрос вообще, в принципе, не решен. Ну, это что, отдельная популяция, как мы говорим, там, про ТР-3, либо это функциональное состояние клеток? Ну, то есть, это, грубо говоря, незрелые милоидные клетки, да? Тут нет такого... Мы обсуждали, Жи, и поэтому... Тогда не будет определенного... Часто даже попадается термин, где, похоже, что говорят о том же самом, но буковку С выбрасывают. МСС, это мисенький манглит? Нет, 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 именно милоидные... Милоид-derived cells в том же самом смысле. Незрелые клетки милоидных происхождения, но не, так сказать, не делал упор на то, что это присутствует. По тем же самым маркерным сортированным... Ну, Вы же знаете, что милоидная снажала все клетки разделить на кучу популяций, а потом ломать себе голову, что значит эти популяции, которые они сами выбрасывают. Ну, да. А с другой стороны... Ну, да, еще я слышал, как бы, довольно много говорят о регуляторных моноцитах, да, которые, в принципе, пересекаются с этой популяцией. Это я и хотел предложить, чтобы историю Т-супрессоров не повторять, сразу назовите их милоидными регуляторами, как это произошло с Т-крешкиным. Т-регуляторами, Т-новая волна. Там действительно есть конкретный трансформационный фактор, который создается... Это тоже, что-то, если не дальше... Еще вопросы, пожалуйста, да, пожалуйста. А вот, ну, по морфологии совершенно очевидно, что две субпопуляции будут, да? Да, да, да. Моноциты. Моноциты. Да, нитрофилов всегда будет больше. Сейчас есть данные о том, что в опухоли, не по самой, немножко соотношение меняется, моноцитарная популяция вырастает в количестве, но все равно, нитрофилов всегда как бы больше. И почему вы, то есть, извините, вопрос, может быть, не понял. То есть, в общем, количество нитрофилов больше, нитрофилов, как правило. При различных типах воспалительных заболеваний... Ну, то есть, эффект как? Вот вы говорите, что в некоторых типах заболеваний эффект совершенно однозначный, да? Там, в панере, это супрессия. А в некоторых типах воспаления непонятно, как бы то это или... Где-то, наоборот, провоспалительный эффект, где-то там подавляет воспаление. Это не зависит от соотношения этих популяций в конкретных. Ну, это надо, опять же, смотреть, наверное, в каждую конкретную работу. Но то, что мы видим на разных моделях, они в основном воспалительные или раковые, что нитрофилов всегда больше, то есть, отношения довольно стабильны. И всегда вы видите супрессорный эффект. Да, причем у мунистарной он не вызывает от правил, то есть, он всегда есть. Нитрофилы иногда проявляют, иногда и нет. Хорошо. Хотел спросить, а есть ли у них MHC второго класса и система презентации антигенов? Да, хороший вопрос. Она понижена. И, в общем-то, говорят о том, что у них нарушена система презентации антигенов. Нарушена, но она, в принципе, есть. Да, то есть, экспрессия снижена. MHC-HC2. Спасибо. Я поясню свой вопрос. Дело в том, что наличие 3LM, ну, вообще DES-рецептов на поверхности, означает, что они, наверное, должны как-то внешне регулироваться. Вот, то есть, соответственно, возможно, ну, если они обладают какой-то презентирующей активностью, значит, они должны, как возможно, какими-то цитотоксическими клетками выбиваться в норме. То есть, оказывают какой-то гистерпродуктивный эффект вдали от антигена, от источника антигена, там, не знаю, от нулема, от чего-то подобного. Но, тем не менее, подавляться, если там нужный антиген, то есть у стык-тоэкспрессивность, смотрели, не смотрели. Нет, это вот как бы исходные данные, с которыми мы сейчас дальше работаем. Мы с этим ещё не работаем. Спасибо. Да, Илья, что да. Вы упомянули, ну, стресс-ретикулы, значит, переизбыток каких-то производства белков, а какие это белки известны, то есть, чего именно так сильно они начинают синтезировать? Я думаю, что это такой системный общий процесс просто при воспалении, при воздействии отислостерсорных факторов просто клетки, грубо говоря, плохо, и нарушаются эти процессы, может быть, транспорт белка. Может быть, спектр производимых белков, а что-то будет, то есть, он, может быть, меняется или что-то какие-то. Но те же самые, вот, там, аргеназы или иназы, то есть, вот, какой процент синтезирования этих белков, если они выедают, скажем, субстрат, то, может быть, их очень много произведено. То есть, сравнивали ли количество синтеза вот именно этих белков на фоне вот общего повышения? Записывайте, пожалуйста. Да-да-да, да. Но я вам хочу сказать, что это такой довольно условный подход, и арстресс может вызываться довольно разными вещами. Я думаю, что тут накопление белков не все, что может вызывать арстресс. То есть, показано, что стрессом эндопазматического ретиклума, он может вызываться активными формами кислорода, гипоксии. То есть, там, может быть, довольно много, что задействовано. Ну, я присоединюсь к вопросу Алексея. Производство большого количества белка, например, клетки, синтезирующие антитела, несметное количество этого белка не приводит к стрессу. Это характерные черта баклеток, и арстресс есть. То есть, это показано. И он необходим для продукции антител. Это есть работа, что вот этот фактор XPP, на кого-то на зверху по XPP, у них дефект продукции антител. То есть, грубо говоря, в общем-то, это для плазматических клеток, это физиологичный стресс такой получается. Хорошо. Даже Ковальчук, Саша, сейчас как раз этим белком занимается, но вот на козматическом... XPP? Да. Отлично. Еще вопрос. Да, я пока спрошу Женю. Это давно меня интересует. Вот привязывание супрессивной активности МДСЦ к продукции аргеназы и АПО. Можно ли убрать супрессию, если просто добавить больше аминокислот в среду? Или можно ли зарегистрировать снижение концентрации аминокислот действительно в условиях, когда вы такую супрессию там в разы видите в среде? Так ли это на самом деле? Вот вы сейчас работаете в лаборатории человека, который создал эту идеологию и распространил ее на весь мир. Вот какие доказательства, такие достаточно жесткие доказательства нужны? Если так, легко добавлять больше аминокислот и не будет супрессии. Ну, как правило, просто аминокислоты используют несколько механизмов сразу, да? Это будет, в общем-то, самый главный из них – это продукция РОС или РОС нитрофилами, или моноцитарной популяцией этих клеток, и плюс еще аргеназы. То есть, например, скорее всего, вы увидите, что пролиферация, вот этот столбик ингибированный, немножко поднялся, если там задействована аргеназа. Если вы добавите два ингибитора, то есть ингибитор аргеназы и ингибитор айнос, или эллиминатор активных форм кислорода, то столбик поднимется больше. То есть, скорее всего, вы увидите, если вы добавите аминокислот, пролиферация станет немножко лучше, но полностью не восстановится. Ну, это вы легко можете проверить в ближайшем эксперименте, когда будете добавлять МДС-цекты, пролиферирующиеся в докреты. Поскольку и морфологически два типа видны – граноцитарные и моноцитарные, ядра у них как бы относятся к разным видениям дифференцировки, и возникает подозрение, что дефект или остановка дифференцировки происходит на уровне общего предшественника или где-то там. Можно ли вызвать дифференцировку искусственно? А вот как раз я говорил о том, что витамином А, например, Атра, Инвитро, ее дифференцируют в макрофагии. Но витамин А все-таки это не естественный регулятор этой дифференцировки, а какими-то известными цитокинами, которые направляют дифференцировку по этим линиям. Если это недодифференцированный предшественник, то его можно, наверное, заставить дифференцироваться, в том числе в условиях, когда, вот вы сейчас изобрели способ элиминации инвиво, может быть, инвиво заставлять их дифференцироваться, тогда меньше от них вреда будет. Витамин А – это хорошо, конечно. Витамин А – ну, скорее всего, для этого вам нужно как бы убрать воспаление, то есть это как бы… Витамин А – то есть вам нужно… Витамин А – Вы не встречали таких вещей, вот, работ, с какими-то цитокинами, например, которые вынуждают их дифференцировать. Витамин А – скорее есть работы, например, с нокаутами, по-моему, по-интеролитнину первому, где иммунеспособственные свойства становились гораздо меньше в этих клетках, в этих нахалках. Витамин А – можно также с фитогемоглютинином или с полисахаридом? Витамин А – фитогемоглютинином, а вообще они живут очень плохо в культуре. Мы работали с НДСЦ, и первое, что образуется в глаза, они гибнут очень быстро, гораздо быстрее, чем другие типы клеток в культуре. Если Вы активируете эти клетки, фитогемоглютинином, конконавалином, НДСЦ стремительно вымирает в этой культуре. В чем там дело, мы не разбирались, это просто то, что мы видели. Витамин А – мы делали это на клетках THP-1, которые мы не ставили костный мозг. Витамин А – они дифференцируют частично, я не знаю там, какой процент. Витамин А – мы уже не делали, просто на клетках костного мозга. Витамин А – на костном мозге я не знаю, на культуре это можно. Витамин А – ну хорошо, еще вопросы. Все задумались? Витамин А – вы заставили народ задуматься. Витамин А – спасибо за апдейт. Витамин А – да, пожалуйста, конечно. Витамин А – вот там был слайд, что на ранних этапах до миграции в зону интенсивного воспаления не оказывают антиген-специфичное подавление. Витамин А – да, хорошо. Витамин А – да, как это осуществляется? Витамин А – я просто не очень понял. Витамин А – антиген-специфичное – это вы хорошо, что это заметили. Витамин А – это, в общем, есть два типа ассеев, которыми определяют иммуносупрессию МДС. Один – с использованием сплиноцитов от мышей с т-клещным трансгенным рецептором, специфичным к какому-то конкретному пептиду. Это первый тип ассеев. Добавляют сплиноцитам МДС, добавляют сплиноцитам специфичного пятого пептида. Второй тип ассеев – это поликлональная стимуляция антитилами антицидитрии всех лимфоцитов и добавление МДС. И имеется в виду, что, как правило, подавить антиген-специфичное, пролиферацию гораздо легче, чем тотально стимулированные Т-клетки. И на этом послании я показал, что сила спрессорной активности при миграции в очах воспаления становится сильнее. То есть это не именно антиген-специфичное подавление, а просто подавление на оборудование. Что она, ну, в общем, скорее всего, так. Это еще как бы до конца не установлено, но в данном случае имеется, что это типа ассеев. Ну, просто термин ввел в легкое заблуждение. Спасибо. Подавляющее действие не специфичное, но если система отвечает на антиген, то как бы будет кажущее исчезло. А можно вернуть картинку цветную, которая поделена по диагонали на две? Здесь есть торможение миграции Т-клеток. Вы его красненькой шваброй показываете. А как это делается? С помощью чего? Привлечение Т-регов в АССС-4, ЦСС-5 на схеме. А вот рядышком, с армагентом, в миграции Т-клеток в этот очах. Это с помощью снашек. Вот в этой снашеке это просто показали, что в опухоли становится, если там элиминировать антителами ГР1, увеличивается приток CD8-клета в специфике. То есть МДСС в этой статье осуществляли иммуносупрессию за счет главного образа аргеназы и айнос, насколько я помню. То есть вот конкретного механизма миграции, они там не показали, они просто показали, что если убрать МДСС, то токлеток становится больше. Может быть, в частности, за счет вот этого механизма, то есть блок хоуминга. Ну, хоуминг в лимфоузлы и в очах воспаления разными регулируются поверхностными молекулами и цитокинами. Поэтому, ну, поскольку здесь так точно указано, чем регулируется Т-регия, я думаю, может быть и... Нет, вот это мы просто совсем недавно эту картинку делали как раз. Была статья, которая показывает, что увеличивается накопление при элиминации, но механизма там не обсуждалось. Если нет, больше вопросов. Поблагодарим же за апдейт.